Муниципальный район Алексеевский, глубинка Самарской области. Из покон веков жители этих мест пасли скот, обрабатывали землю. Здесь, в зоне рискованного земледелия, где природно-климатические условия гораздо сложнее, чем в других районах области, сельчане честно трудились и добивались высоких результатов, прославляя свою малую родину и сохраняя верность своей земле. Мы расскажем вам об одном из сыновей Алексеевской земли, героя Советского Союза Иване Дмитриевича Ванечкина. Героем он никогда себя не ощущал. Человек труда, он всю жизнь работал не ради наград, работал честно, самоотверженно, так же, как и воевал на фронте. И в Алексеевке, и в Самаре бережно хранят память об Иване Дмитриевиче. Мы процитируем вам статьи о Ванечкине, покажем видеохронику с его участием. Из статьи «Оставаться молодым» опубликованные в газете «Степная правда» 20 мая 1995 года. «Живу я в городе, но родился в Степном селе. Меня тянет сюда всякий раз, когда я чувствую усталость. Это называется тоской по малой родине. Люди, как и в самой Алексеевке, так и во всем районе мне ближе по духу и совести. Это прекрасные люди, они многое могут, многое знают, правильно смотрят на жизнь». В Историко-Краеведческом музее Алексеевского района один из залов целиком посвящен Ивану Дмитриевичу Ванечкину. Иван Дмитриевич оставил о себе большую память. Мы своим детям рассказываем о его боевом подвиге, за которую ему вручили звезду Героя Советского Союза и которая нашла его уже после войны, когда он приехал в свой поселок Авангард. Мы в память о Иване Дмитриевиче проводим уроки мужества. Вечер портретки мы делаем с учащимися. У нас при музее работает клуб ветеран. Вот клуб, где объединяет ветеранов войны и труда. Здесь мы проводим мероприятия, встречи с учащимися, организуем участников Великой Отечественной войны. Из статьи «Сельский самородок», опубликованной в газете «Степная правда» 6 мая 2000 года. Иван Дмитриевич Ванечкин. Герой Советского Союза. Родился 10 сентября 1912 года в деревне Грековка Алексеевского района в бедной крестьянской семье. В 1921 году, спасаясь от голода, семья Ванечкиных уехала в Новосибирскую область. Ивану было 9 лет. На всю жизнь он запомнил это слово – голодомор. В родной деревне из 50 дворов осталось 13. Люди ели траву, пухли от голода, умирали один за другим. За Уралом Ванечкиных никто не ждал. Ване вместе со старшим братом Федором приходилось просить милостыню. Два года прожили Ванечкины в Сибири и вернулись в родные места. В школу Ваня пошел не сразу. Ни обуви приличной, ни одежды. Грамоте учился у соседки. Кто-то трудностей не выдерживает, а кого-то они закаляют. Из статьи «Интервью с героем», опубликованной в газете «Ленинский луч» 25 декабря 1975 года. «Пришлось мне испытать и горькую долю батрака». С первых дней организации колхоза стал его членом. Одним из первых выучился на тракториста и водил чудо-машину по полям совхоза «Батрак», затем совхоза «Авангард» до 1942 года. Это было 9-е отделение совхоза «Батрак» Алексейского района. Я здесь работать начал с 1937 года. Сюда перевели меня. Я на 5-м был, на 5-м отделении, а потом перевели сюда вместе с трактором ЧТЗ. А вы были трактористом? Трактористом работал. И жили вот на этом отделении? Жил на этом отделении. Вот здесь стоял домик. Я жил здесь. Жили здесь вот. Потом Порошкин, Иван. И все. Тут вот дорога была на утевку. А потом здесь вот порядок был. Значит, жил Воропаев Семен Федорович. Потом, значит, это Колебанов Иван и Борис. Потом, значит, Чемоданов Алексей мой годок прекрасный. Все трактористы. И потом, значит, там Василькин и Клющиков. Дом Китичин. Вот. А там уже в углу стоял дом Шишлов Петр Сергеевич. Кузнец. С отделением был. Гармонист хороший. Я понимаю, что это было зерновой. Зерновой совхоз. Никакой скотины не было. Только были быки, лошади для подвозки семян. И шесть гусеничных тракторов ЧТЗ. Началась война. Мне 28 лет. Вспоминал Иван Дмитриевич. У меня жена. Четверо детей. Все мужики на фронте. А я до самой зимы с трактора не слезаю. Весной 42-го поехал в райцентр. В военкомат. Дайте путевку на фронт, говорю. Жена меня провожала с малыми детьми на руках. Стрелковая дивизия, в которой Ванечкину предстояло служить, формировалась в городе Чапаевске. После подготовки его зачислили ездовым в противотанковый взвод 45-мм орудий. В оборонительных боях на реке Дон получил Иван Ванечкин фронтовое крещение. Холод, холод, это для меня уже не было проблемой, как сейчас проблемы говорят. Таких проблем я не имел. Понимаете, я изо всех положений выйду, потому что я все это видел. Да, самый лучший ведь учитель в нашей жизни. А молодежь, которую я не видел, тоже была. Вот почему я и до сих пор живу. И продолжаю ту же самую жизнь. Не терять самообладание в любом положении. И прав тот человек, который сказал, безвыходных положений у живого человека, а уж тем более у мужчины, не может быть на земле. Нет, он обязан покорить любое. Вот в чем смысл я так положил в человеческом жизни. Заметив толкового солдата, командир полка назначил Ивана командиром огневого взвода артиллерийской батареи. Форсирование Дона, освобождение городов Миллерово, Старобельск, Краматорск, Славянск, Изюм. В 1943 году старший сержант Ванечкин был награжден орденами Славы, Красной Звезды, Отечественной Войны, медалью за отвагу. Февраль 1944 года. Форсирование Днепра. Закрепившись на правом берегу, в течение дня гвардейцы отбили шесть атак фашистов и не отступили ни на шаг. Один раз так тяжело было. Да ну и первый раз это был-то. Первый танк. Рассвело, они как бы завозились. И все, и поехали. И вот танк подбили, гусенц расстегнул ему, и он повернул боком. А в бок подкалиберном раз, и у него два бензобака с собой. Мы его изучили хорошо. Это же в Изюме были. Этого тигра. А там десант спрыгивает и бегут. И вот бежит один прямо на пушек. Иштенген, Метис, в 17-е годы командир отрудия, замечательный, кадровый товарищ. Мы их называли кадровики, поскольку они были в начале войны. То есть служили. Ну и у меня пистолет-то, я, значит, не попощадить. И он бежит, у него автомат в руке, ну здоровый как бы, и прямо на пушке. Я выскочил, шлеп, прямо в упал. Подмачку. Не попал, но тоже, знаете, промахнулся. Нажимаю второй раз. Нет. Патрон застрял. Все. В патроннике. Не выбросило. И я отстрелял. Он здоровенный, а мне 48 килограмм. То есть, ну да. Он соп. После того, как вы кукурузу ели. Да, в этой кукурузе. Соп, не загрузки. Душить. Ну метр 4-5 от орудия. Ухватил за горло, думаю, ну все. Мне стрелять нечем. Я, правда, у него сразу пинком вышиб, и он без оружия. Автомат. Ну это, он сильнее меня. Прет от него перегаром. Ага. И потом, возились, возились. Он меня не смял под себя. Заревел. И сел. Оказывается, вот, Штенгин с попуше. Это от орудий. Простращило мне шинель. Меня не задел, только шинель продырявило его поперек. Вот это вот было случилось. Интересно. Седьмая атака. Десяток немецких танков против одного орудийного расчета Ванечкина. В энциклопедическом словаре биографии современников «Вся Россия, 21 век» о его подвиге написано так. Весь расчет орудия погиб. Тяжело ранены, контужены. Ванечкин в одиночку отразил атаку противника. Русский солдат Иван с ласковой фамилией Ванечкин стоял насмерть. Он подбил последним снарядом самоходку и потерял сознание. Ванечкин лежал у своей пушки-малютки в окружении подбитых танков. Он один уничтожил четыре средних танка, два тяжелых самоходных орудий, и больше сотни немецких солдат и офицеров. Несмотря на тяжелые ранения, Ванечкин выжил. Полгода по госпиталям. Инвалидом в июле 1944-го вернулся в совхоз Батрак. От жены узнал о смерти младшего сына. А после войны в 1944-м году когда он пришел инвалидом второй группы, уже трактористом не мог работать, и он работал полеводом, а затем овощеводом на подсобном хозяйстве. В начале 50-х годов его направили работать секретарем порт-организации МТС, Александровской МТС. Затем его избрали председателем колхоза Искорка. Колхоз был не очень богатый, но он начал с того, что дисциплину поднял, и в том числе производство стало лучше однажды почтальон принес письмо, в котором боевые друзья товарища поздравляли с присвоением звания Герой Советского Союза и сообщали, где напечатан указ о награждении. «Как в селе найдешь эту газету?» Упросил бригадир и дать лошадь. В райцентре торопливо листал подшивку. В списке героев старший сержант Ванечкин Иван Дмитриевич командир орудия. Однофамилец рванулся в военкомат. Там военком ядовито буркнул. Какой ты герой! После ранений у Ванечкина вид был кожа да кости, потертая фуфайка да кирзачи. Муторно было на душе после такого разговора. На четвертушке бумаги простым карандашом написал он письмо самому Калинину. Одни через десять из Москвы пришел официальный ответ Ванечкину Ивану Дмитриевичу Куйбышевской области Алексеевский район Совхоз Батрак 6-е отделение. На ваше письмо на имя Калинина сообщаю, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года звание Героя Советского Союза присвоено Ванечкину Ивану Дмитриевичу командиру огневого взвода 174-го гвардейского стрелкового полка. Если Если это вы обратитесь в рай военкомат начальник первого отдела управления по награждению присвоению воинских званий наркомата обороны полковник Знаменский Москва 24 марта 1945 года Отложив документ в сторону Ванечкин уехал работать в поле Вернулся домой А там вся местная власть Каждый готов герою Советского Союза руку пожать Мешок муки в подарок привезли Золотую звезду и орден Ленина ему вручали в штабе Приворского военного округа А грамоту в Москве Из статьи на родном хлебном поле опубликованной в газете Ленинский Луч 28 июля 1983 года Вспомнил я как однажды холодной осенней ночью пахал зябку на поле и кончилось горючее До поселка километров шесть пошел поднял заправщицу привезли на лошади бочку напоили мою машину До смены ни на минуту не остановился Старался наверстать время А утром учетчик сообщил что я перевыполнил норму В 1953 году Иван Дмитриевич был избран председателем колхоза Искры Рано утром бывал он на фермах на дойке коров Днем ехал в поле где встречался с механизаторами В то время в Алексеевском районе шли работы по освоению целинных земель Под руководством Ванечкина колхоз Искра добивался немалых успехов в повышении урожайности зерновых Из статьи сельских самородок опубликованной в газете Степная правда 6 мая 2000 года Последняя его должность в родных краях директор районной электростанции в селе Алексеевка В 1958 году Ванечкин по семейным обстоятельствам переехал в город Новокуйбышевск где в институте Гипрокаучук работал слесарем по ремонту оборудования Со всеми делами успешно справлялся самоучка самородок В его анкете в графе образования стоит прочерк Но все больше беспокоили Ивана Дмитриевича старые раны В 1971 году он вышел на пенсию и переехал в Самару Любую погоду ежедневно совершал пробежки трусцой на 3-4 километра Зимой переходил на лыжи Хотите долго жить говорил он Ведите здоровый образ жизни Когда рядом с его домом открывалась средняя школа номер 47 Ванечкина пригласили перерезать символическую ленточку И с того момента его связала со школой крепкая дружба Он был постоянным участником всех праздников А дом Ивана Дмитриевича всегда был открыт для учителей и школьников Ну в 2004 году я был назначен директором уже 47 школы и педагогический коллектив школы вышел с инициативой в городскую администрацию в городскую думу о присвоении школы имени героя Советского Союза Ванечкина Вот тогда я взял эти документы и как новый директор назначен пошел к нему знакомиться Пришел представился Говорю вот есть такое решение коллектив проголосовал и учеников и родителей и жителей 14 микрорайона всех учителей чтобы присвоить Вы как к этому относитесь Он подумал и говорит о том что для него это очень почетно очень значимо и ответственно Растим патриотов так называлась программа развития Самарской школы номер 47 с патриотическим проектом ребята выступали на многих площадках побеждали в областном конкурсе Это была новая школа и вот все свои 38 лет которые он был связан с школой он был нашим гостем на всех мероприятиях он учил наших детей он их воспитывал он рассказывал очень много о войне и конечно это очень значимо для детей в том плане что он был очевидец всех этих событий а забывать о них мы не имеем права потому что миллионы советских людей отдали свои жизни за то чтобы мы учились в таких замечательных условиях Человек был великолепный очень достойный очень гордый он всегда понимал четко что он сделал для нашей страны и я думаю что вот с этой памятью об этом человеке мы будем жить всегда дальше будем чтить помнить В школе номер 47 был снят любительский видеофильм «Живая легенда» 3 февраля 2007 года школе номер 47 города Самары было присвоено имя героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Ванечкина в учебном заведении создан зал боевой славы одна из экспозиций в котором посвящена Ивану Дмитриевичу в школе установлен барельеф героя в 2006 году учащиеся школы номер 47 посетили места боев Ванечкина Ивана Дмитриевича а летом 2007 года побывали на малой родине героя в Алексеевском районе ежегодно в школе проходит волейбольный турнир на приз героя Советского Союза Мы хотим чтобы о герое Советского Союза Ванечкине Иване Дмитриевиче узнали все жители нашего города нашей области и школьники братской Украины КОНЕЦ Пролетели года Отгремели бои Отболели тяжелые раны твои Но далекому мужеству верность храня Ты стоишь и молчишь у святого огня По каждому принципиальному решению Всегда приходил к нему советоваться У меня в данный момент нет отца Я ему приходил как сын И ключевое решение всегда принимал вместе с ним Люди и жизнь всему научат Говорил Иван Дмитриевич Надо только трудиться Меня как героя Советского Союза Часто использовали в качестве визитной карточки Когда посылали в областной центр Выбивать фонды на дефицитные материалы Я смело заходил в приемные больших начальников И добивался своего Мы находимся в музее Героя Советского Союза Валеншкина В авангардской школе Музей открыт был в 1975 году К дню победы К 30-летию победы Был создан отряд поиск Который потом стал именоваться Военно-патриотическим объединением поиска Ребята собирали материал по Сафову В том числе и встречались с Ванечкиным И собрали огромный материал О его жизни в нашем районе И затем за пределами района На вопрос о том, что мешает нам хорошо жить Иван Дмитриевич отвечал Лень и привычка брать от общества больше Того, что даешь ему сам Он считал, что на селе надо гораздо эффективнее Использовать и людей, и технику Иван Дмитриевич любил приезжать в родные места Сохранилась любительская видеосъемка ПЕСНЯ 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 Цветы на бетоне Вся жизнь этих людей Поделена на два этапа До и после войны. Молодыми они пели, если завтра война, если завтра поход. Сегодня уже стариками они поют о празднике со слезами на глазах. А тем, кто не дожил до этого светлого дня, цветы от боевых друзей. На Днепропетровщине, под городом Орджоникидзе, принял Иван Ванечкин свой последний бой. В память о его подвиге, одна из школ города Орджоникидзе носит имя Ивана Ванечкина. А сам он удостоен звания почетный гражданин города. В 80-летнем возрасте Иван Дмитриевич Ванечкин перенес три тяжелых операции. Похоронив третью супругу, в последние годы он жил один. Младшая дочь Наталья помогала по хозяйству. В 1969-70-м годах началось заселение 14-го микрорайона. И одним из первых в этот дом въехал Иван Дмитриевич Ванечкин. Он сразу занялся такой активной жизненной позицией. Ему было все интересно, и он не был безразличен к чему. Если во дворе что-то не так, он тут же об этом говорил. Он тут же жаловался и дом управления. Не просто жаловался, а вызывал народ и говорил, мы что, сами не можем что-то сделать? Отремонтировать, скопать, посеять или занимать? Вот здесь, на этой детской площадке дети мои выросли. И он очень часто здесь сидел и гулял с ними. И был очень добродушным человеком, очень хорошим. Всегда можно было с ним просто-запросто подойти, посидеть и поговорить обо всем. И он что-то поделится с нами, и мы ему что-то расскажем. Был неплохо, очень хороший человек был. У меня дочка здесь выросла, в этом дворе. То есть он долго очень живет здесь, жил здесь вместе с нами. И мы очень его, как бы, ну не знаю, очень хорошо к нему относились. И он очень добродушный был человек. Его называли самородком Волжской земли. Скромный, душевный, простой в общении человек. Он до последних дней жизни сохранил природную прямоту и ответственность. По дому все делал сам, вечно что-то мастерил. Иван Дмитриевич Ванечкин прожил долгую жизнь, 96 лет. Говорил, что пока есть силы, нужно бороться за каждое мгновение жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok